Здравствуйте! Спасибо в эфире новости телекомпании «Новый век» в студии Чинчика Шпукол. Сегодня выпуски. Школа в микрорайоне «Спутник» распахнет свои двери ученикам 1 сентября. Готовность лицея номер 16 к принятию детей в новом учебном году проверил глава ТУВ Шалбан Караул. Объявлены итоги 18-й межрегиональной универсальной выставки ярмарки ТВЭКСПО 2017 «Осень», которая прошла с 25 по 27 августа в спорткомплексе «Ерыгина». Хочешь помочь бездомным животным? Стерилизуй домашних. Акция – льготная стерилизация. А теперь об этих и других событиях более подробно. Летом прошлого года в Кызыле началось строительство новой школы на 825 мест в микрорайоне «Спутник» рядом с детским садом номер 9 «Солосчегаш». Открытие нового учебного заведения даст возможность не только разгрузить другие школы, но и создаст комфортные условия для обучения. Первыми в новое общеобразовательное учреждение пойдут учиться дети, проживающие в данном районе. По итогам учебного 2015-2016 года в разных школах города обучались 594 ребенка, которые проживают в микрорайоне «Спутник». Перед строителями стояла непростая задача – успеть возвести просторную современную школу в кратчайшие сроки. Новое учебное заведение повысит доступность образовательных услуг для жителей данного микрорайона. Годовность лицея номер 16 к принятию детей в новом учебном году лично проверил глава ТУВШ «Албанкараул». Школу возвели по современным технологиям, отвечающим всем требованиям учреждения образования. Напомним, распоряжение о выделении средств на увеличение числа мест в школах было опубликовано 20 апреля 2016 года. Документ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Согласно распоряжению, регионы, получившие право на субсидии, были отобраны Министерством образования России. Одним из критериев отбора стала потребность в обеспечении мест для обучения в одну смену, включая ликвидацию третьей, а также динамика численности школьников в нашем регионе. И вот что написал глава ТУВШ в своем блоге. Земляки. 1 сентября будет особенным в этом году. Ребятишки в «Спутнике» ждут открытия нового лицея. Образовательное учреждение на 825 мест станет крепкой основой инфраструктуры развивающегося микрорайона. Сегодня докладывался полпреду президента России в Сибири по готовности учебных заведений через видеоконференц-связь. Пригласил Сергея Миняйла вновь посетить ТУВУ. Заверил, что сюрпризов будет много. Мы еще начинаем историю военной кафедры Тубинского государственного университета. Это очень символичное действие. Учитывая, что именно 1 сентября в республике отмечается День исторической памяти и чести тубинских добровольцев. К другим темам. Празднования по случаю Дня города в этом году пройдут 9 сентября. До знаменательной даты осталось чуть больше недели. И в городе идут подготовительные работы, чтобы провести праздничные мероприятия на высоком уровне и порадовать жителей и гостей столицы. Подготовка к самому крупному и масштабному мероприятию городского уровня стартовала 1 июля. Какие именно запланированы в этом году мероприятия по случаю Дня города, поговорим в рубрике «Гость в студии». Сегодня у нас в студии исполняющая обязанности начальника Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Козыла Елена Алексеева. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Елена, скажите, сколько лет в этом году исполняетесь нашему любимому городу лет? Нашему городу в этом году исполняется 103 года. Какие традиционные, какие новые мероприятия в этом году запланированы? План по празднованию Дня города Козыла уже сформирован. Всего горожан ждут около 30 различных мероприятий по интересам. И 20 из них как раз запланированы в качестве работы площадок по разным точкам города. Ну и торжественным началом празднования Дня города Козыла будет смотр-конкурс костюмированного шествия, который у нас состоится в День города Козыла. Сбор организации произойдет на молодежном сквере с 11 часов. И хотелось бы здесь подчеркнуть отличительную особенность данного смотра конкурса. Все-таки он будет проходить не так, как у нас проходят парады на 1 мая, когда мы традиционно собираем коллективы, организации, учреждения. В смотре конкурсе цель организаторов максимально приблизить шествие к карнавалу. То есть главным требованием все-таки является показ собственной колонны с помощью костюмов. Скажите, а колонна должна быть единая, стиль какой-то, или можно в разброс как-то? Вообще желательно, чтобы участники колонны придерживались единого стиля. Но, в принципе, тематика костюмов у каждого может быть различной. То есть это могут быть герои сказок, это могут быть национальности. То есть мы, в принципе, готовы принять заявки от всех, кто постарается что-то сделать, возможно, даже своими руками из подручных материалов. То есть костюмы — это полет фантазии уже участников? Да, совершенно верно. Ну и здесь мы хотим все-таки как-то отметить материальную сторону. Почему? Потому что изготовление костюмов связано с определенными затратами, и учредители смотра конкурса в этом году хотят поощрить отличившиеся организации денежным призом. Поэтому приглашаем всех участвовать. До 5 сентября заявки принимаются Департаментом культуры, спорта, молодежной политики, мэрия «Первый этаж». И все подробности можно уточнить по телефону 3-47-46. Ещё какие новые мероприятия? Ну, также мероприятие одно из торжественных, которого мы все очень ждём — это открытие нашего молодёжного сквера. Сейчас активно продолжаются работы. Мы думаем, что уже какой-то облик, образ у горожан данной площадки сформировался. И именно 9 сентября в 15.00 будет торжественное открытие. Ну и помимо такой официальной части, молодёжный сквер превратится в площадку, где будут работать различные направления. То есть мы будем использовать и сцену, которая там установлена, будут проходить мастер-классы по танцам, также молодёжный праздничный концерт, также будут приниматься нормативы ГТО, будет проходить кроссфит с новыми тренажёрами, которые там установлены. И также наши среднеспециальные учебные заведения и ТГУ готовят площадки, в которых они будут презентовать каждое своё учебное заведение. Мы думаем, что данное место будет именно местом, которое оправдывает своё название — молодёжный сквер. Поэтому хотели сделать этот праздник именно молодёжным и приглашаем всех желающих в 3 часа прийти, посмотреть и порадоваться вместе с нами. Когда же всё-таки начинается? Во сколько все мероприятия и во сколько они закончатся? Ну и, естественно, вопрос, который волнует многих горожан, будет ли фейерверк в этом году? С 12 часов стартует шествие, костюмированное от молодёжного сквера. Примерно в 12.30 начинается праздничный концерт на площади Ората. Это праздничный дневной концерт, где мы будем поздравлять горожан. И далее с 2 часов начинается работа площадок. То есть площадок тоже будет очень много. По интересам жители могут каждую площадку посетить. И вечерний концерт пойдёт у нас блоками. Начнётся он с 17 часов. До 21 часа примерно будет концерт. И в конце фейерверк будет. Помимо этого, на площадке Центра Азии будет также фаер-шоу. Поэтому логичным завершением, я думаю, также ожидаемый у наших гостей, у горожан. Поэтому фейерверк в этом году мы запланировали также за счёт спонсорской помощи. Где же собираться жителям Кызылы, ну и гостям, соответственно, чтобы посмотреть салют? Салют будет проходить с набережной реки Енисей. Поэтому я думаю, что логично будет... Ну, в принципе, увидеть его можно будет из главной площади Ората. Поэтому он будет проводиться параллельно закрытию вечерней программы. То есть на фоне нашего приглашённого диджея пойдёт фейерверк. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что очень много запланировано мероприятий со стороны безопасности. Какие улицы будут в этом году перекрыты? Так как организаторами предусмотрено размещение площадок именно по протяжённости улицы Ленина, поэтому улицы будут перекрыты от молодёжного сквера до парка. Я так понимаю, что все мероприятия рассчитаны как от мала до велика. Для детей что? Совершенно верно. Такая площадка у нас будет. Будет она на территории национального парка. Там у нас также есть закреплённые ответственные лица, которые приготовили игровую программу для детей. Поэтому все желающие могут прийти в парк и также посмотреть ещё выставку собак и кошек, которая в этом году проводится второй раз. Также до сих пор мы принимаем заявки на участие до 5 сентября. Поэтому я думаю, что для наших жителей, для гостей это будет тоже актуально. Почему? Потому что в городе, к сожалению, нет зоопарка. Но вот как-то разнообразить свой день города, посмотреть какие-то интересные виды. Может быть, у кого-то дома вообще нет животных. Поэтому мы приглашаем всех в национальный парк. Ещё отдельный вопрос поступал у нас от любителей спорта. Хуреш будет? В этом году запланировано 9-10 числа проведение Хуреша на Кубок Главы. В связи с этим сейчас решается вопрос по проведению Хуреша для ветеранов от 45 лет и старше. Но, возможно, соревнования пройдут во второй части, то есть 10 сентября. Предварительно информация от организаторов пройдёт вблизи как раз дня города. Хотелось бы добавить, что также организаторами в этом году запланировано проведение фестиваля «Вкуса». Данный фестиваль подразумевает участие всех предприятий общественного питания. Мы приглашаем кафе, рестораны, кофейни, которые могут посредством презентации своего коронного блюда заявить о себе. Данный фестиваль будет проходить на площади Арата. И помимо такой, образно скажем, рекламы своего заведения, также организации, которые будут участвовать, могут также обеспечить продажу своих изделий. Поэтому мы всех сердечно приглашаем. Параллельно в рамках фестиваля «Вкуса» будет проводиться праздник хлеба, где также у нас появилось в городе очень много пекарен, различных кондитерских. Также они в качестве участников приглашены. Идет сбор заявок, ждем желающих поучаствовать, индивидуальных предпринимателей. Ну и также хотелось бы здесь отметить, что участники фестиваля также будут награждены денежными призами от спонсоров данного мероприятия. Так как День города у нас выпадает на 9 сентября, это все-таки осень, праздник урожая. Да, такое направление мы также поддерживаем. По этому направлению будет работать у нас осенний вернисаж, то есть выставка плодов, цветов, овощей. Ну и также по возможности, я думаю, будет организована продажа в связи с последними природными событиями. У многих пострадали огороды. Что-то приобрести из продукции, выращенной на огороде, экологически чистой. Думаю, горожанам будет это очень понравиться. Ну и также у нас будет проходить конкурс «Лето в банке». То есть хозяйки со своими домашними заготовками также могут выйти. Елена Васильевна, спасибо, что пришли и рассказали о мероприятиях, которые будут у нас на День города. А я напомню, что сегодня у нас в гостях была исполняющая обязанности начальника Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Козыла Елена Алексеева. Далее реклама, не переключайтесь. Кубы подруг. Ждете, когда подарят? Купи сама. Можно в рассрочку, без переплаты, на выставке «Меховые традиции». 31 августа по 4 сентября в спорткомплексе «Ярыгина». Нужны деньги? Приходите к нам. Займы под залог телевизора, ноутбука, телефона и бытовой техники. Улица Кочетова, 93, торговый центр «Лакомка», второй этаж. Да, купила. Духовку, вытяжку, плиту. О, а посуда? А посуда – в подарок. С 28 августа в салонах РБТ.РУ. При покупке трех и более единиц встраиваемой техники «Бош» вы получаете набор посуды в подарок. РБТ.РУ. Это новости на канале «Новый век», и мы продолжаем. Объявлены итоги 18-й межрегиональной универсальной выставки ярмарки «ТВЭкспо-2017 осень», которая прошла с 25 по 27 августа в спорткомплексе имени Ивана Ерыгина. Деловая площадки собрала 72 участника из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Кемеровской, Томской и Свердловской областей, Красноярского и Алтайского краев, Республики Хакасия. В том числе 32 представителя из ТУВ, или это 43% от общего числа участников. По информации Министерства экономики Республики, выставку посетило свыше 10 тысяч человек. Общий товарооборот составил более 17 миллионов рублей. Всего заключено 13 соглашений. Отмечается, что в Минсельхозе нашего региона заключен договор о сотрудничестве с компанией «Агробиосервис» из города Красноярска. Компания является партнером многих животноводческих предприятий в России. Участие иногородних предприятий способствует открытию в ТУВе их торговых представительств. Так, были созданы представительства производителя чая, унтов, а баканская компания открыла представительство в Кызыле. Также другая баканская фирма благодаря ТЭВАЭКСПО сотрудничает с местными предпринимателями по поставке своей продукции. И таких поставщиков из других регионов множество. И о курсах валют. Доллар стоит 58,55 рубля, евро 69,85 рубля. Хотите помочь бездомным животным? Стерилизуйте домашних. Акцию по льготной стерилизации животных проводит Управление ветеринарии по Республике ТЭВАС совместно с Управлением ветеринарии по городу Кызылу при информационной поддержке Общества защиты животных «Хатика». Подробнее у Дианы Баян-Багус. Жучку, как и многих других животных, выкинули на улицу. Ее с новорожденными щенками подбросили к ветклинике. Круглые сутки все щенки, находящиеся на передержке, пытаются отхватить свою порцию материнского молока. Обычно, как рассказали активисты движения «Хатика», жучка, устав, запрыгивает повыше, чтобы ее никто не беспокоил. Но в данный момент стоит и терпит, пока насосутся досыта все. Щенята стали жертвой безответственности людей. Почему хозяевам жалко стерилизовать своих животных и не жалко выбросить малюток на произвол судьбы? Вопрос риторический. Бездомные животные рождаются дома. И чтобы разорвать этот порочный круг, служба по ветеринарному надзору ТУВИ проводит акцию по льготной стерилизации. Стоимость операции снижена на 50% в период с 21 августа по 21 сентября. В рамках данной акции будет проводиться льготная стерилизация сук, кошек и кастрация кобелей и котов. Но здесь льгота будет распространяться на владельцев животных малообеспеченных, пенсионеров, участников боевых действий, инвалидов и других категорий. В 2007 году службой по ветеринарному надзору ТУВИ разработаны правила содержания домашних животных. Но их никто не соблюдает и никем не контролируется. Сейчас готовится новый законопроект о передаче этих полномочий муниципалитетам по профилактике болезни питомцев и по отлову бездомных животных. Рассказали в службе по ветеринарному надзору республики. По данным мэрии Козыла, сегодня на улицах столицы статус бездомный приобретает ежемесячно сотни кошек и собак. Точное количество неизвестно. Отлавливают, а фактически усыпляют ежегодно около 4000 бродячих собак. Проводить операции по стерилизации будут ветврачи управления ветеринарии по городу Козылу. Стерилизация безопасная, неполезненная. Мы используем с наркозом. После операции болезненность не будет. Осложнений не будет. Сразу через неделю животное бегает. Преимущество для владельца животных не бегает, не метит территории, суки не приносят неплановое потомство. Котов и кабелей не теряют охранные функции. К примеру, кастрация кота или кабеля составит 350 рублей. Стерилизация суки – 750, а кошки – 500 рублей. Телефон для предварительной записи – 2-95-11. Как рассказала ветеринар, стерилизовать питомцев можно уже с 6-7 месяцев. Прививку ставим животного, собакам с двухмесячного. Перед этим сначала проглистовать, потом через неделю первая вакцинация – это комплексная вакцинация, называется Мультикан-6. И после первой прививки повторяется через 21-28 дней. Тече Кандар сегодня пришла со своей питомицей по кличке Лайка. Утверждает, что ее собачка отозвалась только на эту кличку. Уверена, прививки уберегут ее любимую питомицу от заболеваний. За стерилизацией вернется в управление ветеринарии, когда Лайка подрастет. Мальчиков-то хорошо держать, а девочек-то много шиндачей они приносят. Потом же раздавать очень трудно. Они же маленькие, жалко их. Поэтому лучше так. А стерилизовать будете? Конечно, через сколько месяцев, не знаю, но скажут, наверное. У зоозащитников Кызылы на передержках сегодня содержится около 150 животных. Зоозащитница Ирина Лифанова призывает всех владельцев домашних животных не пренебрегать правилами содержания питомцев, прививками и стерилизацией. Как говорил Толстой, общество, которое жестоко относится к животным, всегда будет преступным и нищим. Остановите этот порочный круг. Стерилизуйте своих домашних животных, но не выкидывайте их на улицу. Добрых рук на всех не хватает. Диана Баямбугус-Буяна-Юн, телекомпания «Ной Век». Далее эфир продолжит наша постоянная рубрика «Новости» короткой строкой. На первенстве России по карате среди юношей и девушек спортсмен из Тувы Кирилл Кононенко завоевал первое место. Состязания прошли в Пензе с 25 по 27 августа. За медали в соревнованиях боролись более 800 спортсменов из 55 регионов страны. Турнир проводился с целью дополнительного отбора кандидатов в сборную России по карате и отбора сильнейших спортсменов для участия в Молодежном чемпионате мира 2017, который пройдет в Испании с 26 по 29 октября. В сезон заготовки даров природы в Туве остается актуальная проблема заражения людей болезнями, передающимися через укус клещей. За прошедшую неделю, по данным Управления Роспотребнадзора по Туве, зарегистрировано 63 обращения в лечебно-профилактические учреждения по поводу клещевых укусов, из которых 52 составляют дети до 17 лет. Сера-профилактику получили 58 человек, остальные обратились позже трехдневного срока после укуса, после которого проведение экстренной профилактики уже не имеет смысла. С 25 по 27 августа в республике зарегистрировано 5 несчастных случаев, в результате которых пострадали малолетние дети. В целях недопущения несчастных случаев сотрудники полиции призывают жителей республики не оставлять детей без присмотра. Обеспечение максимальной безопасности детей есть прямая обязанность и ответственность родителей и взрослых. В год экологии в России аналитическое агентство Турстат выявило самые популярные у туристов природные объекты, включая национальные парки и заповедники России, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В топ-10 самых популярных у туристов природных объектов России вместе с Субсунурской котловиной Тувы вошли озеро Байкал, Золотые горы Алтая, Западный Кавказ, вулканы Камчатки, Природный парк Ленские столбы, Девственные леса Коми, Центральные стихоты Олень, природный комплекс заповедника Остров Врангеля и плато Путарана. Упсунурская котловина занимает девятую строчку рейтинга. С началом нового учебного года в Национальной библиотеке имени Пушкина республики начинается декада первокурсника. Эта акция адресована прежде всего молодым людям, начинающим следующий этап в своем образовании. Для комфорта новых отчитателей сотрудники всех отделов организуют экскурсии, презентации и другие мероприятия, способствующие адаптации новых читателей. На территории Тувы сотрудниками ГИБДД проводятся профилактические мероприятия, направленные на повышение дорожной безопасности, такие как нетрезвый водитель и автокресло. Дополнительный наряд был выставлен на автодороге Р-257 близи села Устелегест, где недавно произошло резонансное ДТП с шестью погибшими. Напомним, что в том страшном ДТП погиб ребенок, который перевозился в нарушение ПДД. Особое внимание дорожных полицейских уделяется перевозке детей. Только за два часа за нарушение правил перевозки детей административному наказанию подверглись 16 водителей. Штраф составил 3000 рублей. Также особое внимание автоинспекторов было обращено на предупреждение нарушения правил дорожного движения водителями свадебных кортежей. Самыми распространенными нарушениями, допускаемыми водителями, гостями, является беспричинная, беспорядочная подача звукового сигнала в населенном пункте, также так называемое высовывание из люков и окон транспортного средства пассажиров. Бывает так, что заклеивается государственный регистрационный знак различной свадебной атрибутикой. Несмотря на столь светло для обращающихся праздник, тем не менее водители и пассажиры привлекались к административной ответственности. Также проводилась целенаправленная работа по выявлению нарушений правил перевозки детей. Согласно изменениям в правилах дорожного движения, запрещается перевозка детей, не достигших 7-летнего возраста, без специального детского удерживающего устройства. И в завершение выпуска о погоде в течение суток по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь с грозой, ночью и утром местами туман. В Кызеле переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, возможно гроза. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 26, плюс 28. Это была последняя информация к этому часу. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин